В начале апреля от Сибири до Подмосковья народные дворы, дома и огороды поплыли в одночасье. Алтайский край, Волгоградская область, Черноземье, везде талый снег наполнил реки и озера. И весеннее половодье в раз превратило улицы городов и сел в плавательные бассейны. Волгоградская область Эти мокрые сводки приходили со всей России. И хотя паводки для российских просторов дело обычное, наводнение почему-то всегда из года в год случается неожиданно, словно в первый раз. Вот такие дела. Русский авось нас не затопит. Весной 2018 года не сработал. Плавали все. Даже те города и веси, где большую воду не видели много лет. МЧС, хоть и не Минздрав, но предупреждало. Паводков этой весной будет выше крыши. Но такие предупреждения словно вилами по воде. Когда из-под дверей пошла вода, а домашнее хозяйство стало уплывать на глазах, началась борьба за живучесть. Люди достали болотные сапоги, надули резиновые лодки и, как обычно, стали спасать друг друга. Когда первая волна сошла по следам весеннего потопа, мы отправились в Воронежскую область, где большую воду давно не видели, а она пришла и унесла с собой из садов и огородов самое дорогое – черноземный слой земли. Мы побывали в гостях даже у тех, кто из-за паводков и разлива рек оказались буквально на острове, отрезанной вместе с родной деревней от большой земли. Здесь, в центре России, мы почувствовали, что значит жить в окружении воды. Все. Дальше машины не боятся. В другом вода. Какая ситуация. Вода нагрянула внезапно. Вот так, однажды, проснувшись, жители Калача не узнали свои родные улицы. Там, где еще вчера зацветали яблони и груши, всюду была холодная мутная вода, вырвавшаяся из рек Толучаевка и Подгорная. Административный центр с населением 19 тысяч человек буквально ушел под воду по самые заборы. В первое время газеты пестрили с головками. Город тонет. Так стремительно поднимался уровень опасности. Местные сразу окрестили свой Калач мини-Венецией. Вот здесь, через двор, прям течение вот такое перло. Он ворота я открывал, на лодке заплывал, по двору плавал. Военный пенсионер Юрий Войтов сам, как тертый Калач, как только почувствовал приближение большой воды, стал готовиться. Ну, я на своей лодке возил. Вот утром звонят от визита, вот, визита по телефону. Подплыл, забрал, его вечером звонят, забили. Так приехал, забрал. Ящики виноград. Остальное все под водой. Плачь, не плачь, из-за паводков под водой оказался город Калач. 70% улиц стали рекой. Да, ребята, это не шутка. Между волн работает веслом местный житель Юрий. Ну вот, даже вот стояло железо, ну вот видно. Просто где дольше стояло, больше ило, видите? Где она, как, ну, подошла, она быстрее падала. Ну вот, железо, я его не трогал, вот она стояла. В первые часы потопа они всей семьей поднимали вверх всю технику и свой живой уголок – курни сушек, которые в клетках могли быстро утонуть. На подмогу к Юрию приехал сын. Сложнее всего было с 85-летней тещей. Женщину переносили на второй этаж, а потом постоянно следили за ее самочувствием. Где-то что-то МЧС работало, у нас, можно сказать, не работало. Это было, и даже как приезжают, вот пожарку пригнали, лодки нет. Али, что вы стоите? Ждем указания. Какие вы указания ждете? Ждем указания. Лодка у них была, они ее накачали, она дырявая, стихая. Первую неделю после половодья жители Калача привыкали жить на мокром месте. Четыре дня без газа, и электричество были особенно неприятными. Теперь вся их потопленная улица ждет хоть какой-то государственной помощи, и компенсации. Но отставной военный обещаниям не верит и надеется только на себя. И что сил у нас уже нету, это все лопатить. А эта вода стояла три дня. Все кисло, все мокло. Куда теперь не скоро попадешь? В подвале еще метр воды. Спасенные банки расставлены вдоль стеночек. Благодаря консервам в пик половодья они не бегали по магазинам. Стратегический запас их буквально спас во время чрезвычайной ситуации. По данным МЧС, всему виной большое количество снега, который лежал буквально стеной между домами. А с приходом первого тепла сугробы быстро стали превращаться в воду. Реки наполнились и потекли на все четыре стороны. Тем временем соседи, по несчастью, строят свои версии. Там когда-то построили, да, вот, чтобы была железная дорога на мясокомбинат и сахарный завод. И все, и калачку следует стал тонуть. Земля мерзлая, лесноранная, все быстро тает. Не только уж Воронежская область тонет. Да, вся Россия. Вся Россия тонет. За 20 лет, сколько они живут в калаче, такого наводнения не припомнят. Последняя большая вода приходила на городские улицы в 1974 году, вспоминают сторожилы. А тут за одну ночь они оказались, как в аквариуме. Ой-ой-ой. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Не меньше месяца. Это будет до июня месяца. А откачивать ее вам не предлагали? Я вчера откачал в гараже. Откачал вообще изъяну все. Она за ночь все полностью убирает. Настроение испорчено вместе с недавним ремонтом. Начинается боев. Двери эти уже не... Не закрывается, потому что их повело. Мы их снимали, но а что толку? Давать интервью желания нет, так как нет веры, что это принесет хоть какую-то пользу. О бедственном положении Калача и его жители рассказывали в местных новостях. Горожане теперь ждут помощи от властей, а те не спешат. Сказали, что не надо здесь было строиться. Да. Место давали нам власть, и мы их выбирали. И мы не одни здесь построили. Они работают на земле, выращивают саженцы и кустарник. Потом продают на базаре. Михаил с грустью смотрит на свой илистый огород. Большая вода, весь его привезенный чернозем, как языком слезала. Прямо это болото. Я сажал. Картошка уже все растет. Но потом и так, как высыхает, она бетонируется. Понятно. Всем привет, это канал MyVillage. И сегодня у нас гейм-овер, можно сказать. Вот столько воды у нас во дворе. Это Волгоградская область. Поселок Вязовка. Начало апреля. С камерой в руке и по пояс в болотных сапогах Евгений Зайцев обходит свои владения. Вернее, то, что осталось от его хозяйства. Несмотря на потери, голос твердый. Шаг на старую. Все намокло. Вот наши козочки. Вот собачка наша. Животные спасаются верхом на навозной куче. В сарае, как в ковчеге. Когда все случилось, Евгений был на заработках в Волгограде. В родном селе с населением 2000 человек работы нет. Когда в огород и дом пошла вода, ему позвонила мама. Медлить было нельзя. 360 километров до родного села он пролетел быстрее пули. Надо было спасать главное богатство – любимых животных. Вот так вот открываем, а здесь течением просто сносит нахрен. Благодаря тому, что еще дверь калитка закрыта, мы еще более-менее держим все на полу. За эти три дня ни одного человека, который бы приехал, не говоря уже о том, что никто не оповещал о том, что паводковая ситуация. Люди сами уже поняли, когда вода начала заходить во дворы, поняли, что ситуация серьезная. Эти съемки – как корабельный бортовой журнал. Евгений Зайцев постоянно снимал от первого лица все, что происходило в начале апреля в его родном селе Вязовка Волгоградской области. Зашла вода таки в дом вчера вечером. Вот, видно, по уровню, по какому было. И что наша администрация предпринят меры и хотя бы предложит питьевой воды, не знаю, хотя бы по бутылочке развезет. Его видеопослание не утонуло, а дошло до адресата. На третий день в интернет-пространстве ролик набрал тысячу лайков. И вскоре на ситуацию в его поселке власти все-таки обратили внимание. Обещали компенсации, которую Евгений очень ждет, чтобы хоть как-то поправить свои дела. Весенние теплые деньки не дали заняться крестьянам привычными делами. Паводки во многих областях и районах нарушили народные сельскохозяйственные планы. Пахать и сеять в середине апреля в средней полосе пока можно не везде. Вышедшие из берегов реки кое-где даже размыли дорогу и затопили мосты. Лодка, это, наверное, Сергей, здесь неотъемлемая часть. Ну, в принципе, умной. Сергей согласился стать нашим паромщиком. Резиновая лодка и мотор – сегодня в этих местах основной транспорт. Воронеж не зря называют колыбелью флота российского. Сам Петр I строил здесь первую эскадру, потом на ней шел на крепость Азов и отвоевал у турок право называться морской державой. На Воронежской исторической земле спустя 300 лет после славных побед мы раскладываем свой флот надувной. По прямой 10 километров, в объезд более 30. И гарантии, что там можно проехать, тоже нет. Даже маленький дождь способен помешать движению. У Сергея в деревне живет старая знакомая – 70-летняя Валентина Ивановна Авдонина. И как она там сегодня во власти стихии, Сергей не знает. К тому же через два дня начнется нерестовый период, когда выезжать на лодке по закону будет запрещено. Получается, попасть в осажденную водой деревню можно только сейчас. И все равно живут, как же они будут останавливаться. Все равно жизнь продолжается, просто вот дорога вот здесь проходит. Она сейчас залита. Наш капитан знает здесь все мели. В мирное время он возит по рекам экскурсии, показывает туристам водные достопримечательности. Но в этот раз погода портится на глазах. Сильный ветер поднимает волну. Сергей беспокоится за свое судно и нашу экспедицию. Он крепко берется за руль и проводит экстремальную экскурсию. Чтобы нам было спокойнее на волне, рассказывает о старом поселке, куда мы держим курс. Камень-косадовка называется, потому что она как бы разделена на две части. Вот с этой стороны, слева по ходу, здесь добывали камень. Специально с них делали жернова для мельниц, ступени, корыто различные для скотины. А с правой стороны разводились сады. Качаясь на волнах, проплываем затопленный мост и дорожные знаки. Главное не зацепиться и не получить пробои. Подержали, а вот прям застопленные на уровне знака. На метра полтора еще был выше. Шесть лет назад. Затор, не дает мусору пройти. Дом Валентины Ивановны в деревне Крайний. Стоит прямо у воды. Хоть рыбу лови из огорода. Нежданным гостям женщина обрадовалась. Ее дочери хоть и живут на соседней улице, но у них то работа, то иная забота. Так что ей приходится все самой. Плохо, конечно, отрезали нас от этого. Многие у нас в городе работают, эти жители наши. У меня надо работать, вот внучка, например, с Новохоперска, работать учителем. Вот, плохо, конечно. Вода, разве хорошо это, ребят? Здесь почти все местные ездят на заработки в райцентр. В поселке ничего нет. А тут еще, как назло, дождь зарядил. И объездную дорогу может просто размыть. «Бабушка волнуется, такой большой воды здесь не было 6 лет», говорит Валентина Ивановна. А я сейчас пришла с огорода, лежу отдыхаю, говорю, «Ой, дождь, скорее бы они домой поехали, на машине едет через пуховку. Сейчас как пройдет, то там уже не проедется». А, то есть может за... Черноземная земля-то, да. В ее открытом лице, как в книге, читается непростая деревенская судьба. Мужа давно нет, дочки выросли, подруги поумирали, а она все бегает между сараями и огородами. И потоп ей по колено. «Очень, вот на лесопедке бабка ездит». «Покажите, что выглядело». «Отлично, платочек только вот сейчас». «Давайте, поправь, ага». Она работала молочницей, потом воспитательницей в садике. В 90-е, когда совхозы и колхозы утонули в омоте экономических перемен, она осталась без пенсии. Спасли козы. На базар она возила молоко и мясо, а дома вязала платки. «Вот иди, видите, что есть, какая постелька у меня. Вот, видите, это перин, вот». «А перин это из пуха сделан, матрасы?» «Из гусиного пуха, гуси были раньше. Тут свекровь была, гусиный пух, чистый гусиный пух, мягко, да, и тепло». Здесь и так интересная жизнь только в телевизоре. А тут еще большая вода отрезала ее поселок от цивилизации. Если утром в газете, то вечером в куплете. Это точно про Валентину Ивановну. «Вот он, Плешаков, Сафой живет он. Какое-то соседнее село, да?» «Да, там это, колено. Надо выпить было чуть-чуть. Я встретил розу, она цвела, И ароматом была полна. Я эту розу сорвать готов, Но побоялся ее шипов». Второй кулет петь. По окну барабанит дождь, В избе бубнит телевизор. Баба Валя берет спицы И начинает колдовать над пуховым платком. Этот процесс, кажется, Не сможет изменить ни потоп, ни пожар. «Ой, братцы, братцы, Вам вот совет, Не рвите розы В семнадцать лет. Розы прекрасны, Розы нежны, Ох, как эти розы Нам всем нужны». Она и спела, и с Сергеем посплетничала, По-деревенски вспоминая Общих знакомых. И даже не скажешь, Что в семьдесят лет В ней столько энергии. О паводках и наводнениях В гостях у бабы Вали Мы даже на время забыли. Она все рассказывала И рассказывала О своем юбилее И о шумной деревенской гульбе. В ее честь. После этого Тут у меня его на самогоночку Все есть. После юбилея Все осталось. Деревенские старики Жаловаться не привыкли. У них иммунитет На все случаи жизни. Баба Валя Показывает свою аптечку. Говорит, Хватит, Чтобы пережить Еще один потоп. Пришло время прощаться И Валентина Ивановна Стала собирать нам подарки В дорогу. Ей самой, как всегда, Оказалось, Ничего не нужно. Валентина Ивановна, Стоя на краю стихии, Смотрела нам след. А мы шли По размытой волнами дороге С подарками в руках И думали, Хоть бы дождь закончился, Чтобы ее дети Смогли добраться до деревни. А разбуянившаяся река Не достала до стен Ее гостеприимного дома, Который она мечтает продать. Напилась я пьяна, Не дойду я до дому, Довела меня тропка дальняя До вишневого сада. Довела меня тропка дальняя До вишневого сада. Воронежская область После потопа Потихоньку Приходит в себя. Вода ушла Из домов, Но еще хлюпает На улицах И во дворах. Без резиновых сапог Здесь, Во многих поселках, Еще не пройти. Даже в голове когда-то Говорил, Давай засыпем здесь Переулок вот этот первый. Всегда первая вода Появляется, Начинает здесь наполняться, А потом туда пошла И вот так вот. Это самый низкий Переулок здесь у нас. И с речки вода Идет сюда. Возле самого Воронежа С разгона Въезжаем Подводяной фонтан. Это житель поселка Новая Усмань Константин Викторович Убирает воду Со своего участка. Пенсионер даже Вывел свою формулу спасения. Его дефицитный насос Откачивает Один сантиметр жижи За час работы. За это время Вместе с водой Уходит Один литр бензина. У него вода Затопила только участок. До дома Паводок не достал. Его воронежский пенсионер Константин Викторович Строил специально На возвышенности. Теперь Все его семейство Живет на втором этаже. А собака Без будки Возле уличного столба. До ближайшего берега Проселочной дороги Можно дойти только вброд Либо на лодке. Ну МТС Позвонили И сказали Ну сейчас откачивать То в то время Бесполезно Конечно было Потому что Уровень речки Поднимался В речке Ну естественно Она Качая Она тут же Заполнялась Ну оттуда Да Целиком шла Прям волна Сосед По несчастью Роман Вытаскивает диван Он сам строитель Занимается ремонтом В этом маленьком домике Они жили с женой И дочкой Когда началось наводнение Он посадил всех в машину И вывез К родственникам На сухую землю В погребе Осталось 5 сантиметров И уже Уехали Наводнение смыло В его доме полы Потопило технику Испортило жизнь Сейчас Роман Ходит по углам Считает убытки Надеется На финансовую помощь Как и все Будем делать дальше Что делать Жить Да Мы проехали По затопленным Городам И селам И увидели Как люди Спасали от большой воды Свои дома И хозяйство Стихия Похоже Научила многих Не ждать помощи А надеяться На свои силы Спасая Прежде всего соседей А уж потом Материальные ценности Может поэтому В этот раз Обошлось Без человеческих жертв Вот такие дела Редактор субтитров А.Семкин